У нас было две задачи. И результат, и большую группу игроков посмотреть, которые не задействованы в чемпионате. И то, и другое удалось. По качеству игры, конечно, есть пожелания у меня к ребятам. Долго адаптировались по первому тайму. Покрытие могли и пропустить. Затем игру стабилизировали. Со стандарта забили. Второй этап по обороне, в общем-то, нет причин беспокоиться. Играли и догиривали эпизоды. А вот по атаке, по переходу заборного атаку, есть, конечно, вопросы. Но это дело времени. Почему? Потому что 9 человек основного состава оставили. В общем-то, в основном ребята молодые играли. Поэтому здесь есть небольшие претензии. А по самодаче, по желанию, по старанию, в общем-то. Спасибо ребятам, что результат добились. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. И он чувствует, как сказать, Валерий Максим Владимирович. Насколько там, в принципе, кубок для вас власть? Ну, как важно. Каждая игра важна. Мы же все-таки спортсмены. И есть амбиция. Сегодня ребятам на установке сказал. Говорю, если вы этот этап пройдете. С команды премьер-лии поставили дома стартовый состав сегодня. Вот мотивация такая была у ребят. Дополнительные выходные. Нет, у нас сейчас через 3-9-4 игра в Ярославле. Поэтому здесь на выходных речи не может быть. Спасибо. Пожалуйста, еще, пожалуйста. Василий Владимирович, а чем было, что Пенчиков на непривычном паре сложил замену? Ну, вы же видите, у нас количество замен было ограничено. Планировали одни замены. Игра показала, что нужно делать другие. Потому что по опорной зоне Сакович, в общем-то, пока не готов ни по скорости, ни по игровым качествам, в общем-то, так провисала центральная зона. Поэтому давление нарастало на нашу штрафную. Поэтому мы решили, что Пенчиков у нас универсальный игрок. Он может и центрального защитника сыграть, и опорного. В общем-то, я здесь не вижу никаких противоречий. Правый защитник может и опорного играть. Поэтому здесь мы не ставили же нападающего опорного. Как бы все логично было. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Володь. Ну, как бы вышло пять полнозащитников. Они менялись там. Варианты с быстрыми атаками. Немного получилось. У нас вообще, если так чуть-чуть следите за командой, у нас вообще пока по этому сезону варианты с быстрыми атаками. Не совсем все получается. Хотя требования одни и те же. Это вели к игре, чтобы активно за спину защитникам. Активно. Заренью мяча выбегали. Пока не справляюсь с ними. Пока не справляюсь с ними. Поэтому у нас и по атаке, в общем-то, есть проблемы. У нас и Клупов, и Житнев. До нападающих. Это маловато для обоймы. Поэтому здесь приходилось сегодня Мануэлов и Пенчиков, номинальные защитники фланговые. И Леонов только по центральной оси. В общем-то, так на усиление атаки ресурсов не было. Там уже ребята оставили не только по причине того, что много игр. У нас там проблема, кому противопоказана синтетика такого качества. Поэтому здесь тоже были сложности. Поехать на кубок, сыграть составом более-менее оптимально. И потерять игроков. Мы об этом тоже думали. У нас чемпионат еще идет. А так как тройники в этом году сложнее, не все ребята успевают останавливаться. Мы так, в общем-то, если честно, по функциям чуть-чуть так на понижение пошли. Поэтому и дали нашу группу игроков отдохнуть. Ну и заодно проверить, что у нас в резерве, что у нас за спиной с молодым. Кто-то оправдал полностью, кто-то так. С натяжкой, с кем-то недовольным. Но это, опять же, результат работы. Поэтому у нас пока никаких усилений, изменений до зимы не предвидится. Здесь, в общем-то, была работа сытая обоина. И отсюда было решение. Ребята посмотреть на клубок, как они могут биться за результат. И какая может быть поддержка. Когда 1-2 молодых играет, в общем-то, это не болезненно. А вот когда 2 из стартового состава играют, допустим, сегодня играл Горбатюк и Талавай. Основные ребята все молодые или кто-то в меньшей степени задействовал. Здесь все отчетливо и понятная картина. И здесь польза от этой игры. Вот как бы так. Спасибо. Спасибо. Кирилл. Во втором тайме, один болельщик на трибуне сказал, что они играют по счету. Мы имеем в виду ваша команда. Согласитесь? Ну, как по счету? По сопернику, да, может быть. Но любая игра от соперника. Ну, во-первых, Иртыш, в общем-то, у нее неплохо играет. Я скажу, я смотрел игру и с Новосибирском, и вы изменились за два года. Два года назад мы здесь же играли. Сегодня у Иртыша более качественная игра. И много ребят таких, которые на мяче играют, в общем-то. И я бы сказал, кое-какие есть ребята, которые сегодня даже у вас не играли, они в скором будущем должны играть в Соленал. Поэтому играли от соперника по счету, но Иртыш нас заставил все-таки обороняться. Это не означало, что в некотором экономичном режиме? Ну, где-то, вообще-то, если честно, ребят попросил в перерыве не пятиться к своей шафну. Но дело в том, что просишь одно, а игра показывает другое. И все-таки стали поджиматься под шафну. Ну, в общем-то, там все доигрывали. Ну, и были моменты, которые так были с напряжением. Поэтому хорошо, что так все произошло и так завершилось. Ну, определенные задачи мы ставили перед этой игрой. Первая. Учитывая уровень соперника. И нашей главной целью было играть на том, в свою игру, несмотря ни на что. Мы замены провели. Дали некоторым ребятам отдохнуть. Те игроки, которые вышли, чувствовалось, что не было у них игровой практики. И ошибки допускали. Ну, в целом, содержанием игры мы довольны. Но, опять же, всегда повторяем. Два стандарта, два гола. Уровень исполнительского мастерства оказался выше у наших соперников. Мы имели моменты, которые надо было, наверное, реализовать. Но мы только об этом говорим. Надо реализовать, надо реализовать. Но не получается. Такой мой комментарий. Спасибо большое. Пожалуйста, вопросы. Я об этом сказал, что мы, те ребята, которые провели все шесть матчей, мы дали им отдохнуть. Спасибо большое. Еще вопросы? Получается, что у Томии, там уже много резервистов. Это можно было использовать? У Томии резервисты были? Да, много резервистов сегодня. Ну, я же не знал об этом. Хорошо, что сказали. Теперь я знаю, что вы... Вы знаете, вопрос не в этом. Резервисты, не резервисты. Давайте будем говорить так. Если команда играет в футбольной национальной лиге, все футболисты, которые в этой команде есть, они все достаточно хорошего уровня. Или вы в этом сомневаетесь? А то, что они... Там по каким-то причинам не играют. Наверное, это там тренерский штаб сам разберется, да? А мы сегодня играли с соперником, который играет в ФНЛ. Я сказал, почему мы проиграли. Потому что они квалифицированно выполнили то, что надо было сделать. Анализовали свои моменты. Спасибо. Еще вопросы есть? Ну, вы правильно сказали. Любая игра с соперником высшим классом, она всегда дает пищу для размышления. И ты начинаешь оценивать действия своих футболистов, их уровень. Здесь же не только мастерство, тут и психологическая устойчивость, все прочее. Поэтому я считаю, что мы не выглядели мальчиками для битья, мы играли в свой футбол. Что из этого получилось, вы видели. Создали достаточно много моментов. Еще раз повторяю, думаю, никто этого отрисать не будет. Я вас приглашаю. Разбор матча есть после каждого матча. Так же, как установка перед матчем, просмотр соперника. Это наша работа. Мы всегда готовимся. Другого не бывает. А вот закрепилось или не закрепилось, это же другой вопрос. Спасибо большое, Николай. А что с Артемом Тетяковым и Хабиблиевым, они, по-своему, не видно, может быть, не проходят со статусом, на форме, да? У Артема травма. Он получил травму. И в ближайшее время, еще, наверное, неделя у него на восстановление, значит, Гулиева в команде нет. Мы с ним расстались. Что касается последней травмы Ирии Грязудинова, буквально завтра-послезавтра будет результат обследования. И мы узнаем, сможет ли он дальше с нами доиграть этот отрезок чемпионата. Спасибо большое. Если вопросов больше нет, спасибо большое. Спасибо.